В этом видео мы создадим пошаговую форму. Это делается для того, чтобы разбить, например, очень длинную форму на шаги. Например, как вот здесь показано в примере, заказать бесплатную консультацию и у нас 5 шагов. Пятый шаг это будет отправить форму. В первом шаге мы выбираем из списка какой-то из вариантов. Второй шаг поле радиокнопки, это выбор один из вариантов. В следующем шаге мы пропишем поле для ссылки. В следующем выбор даты и времени для консультации. На четвертом шаге человек заполняет все данные необходимые, имя, e-mail, телефон и сообщение. И пятый шаг это уже отправить сообщение. Итак, откройте страницу контакты, где у нас уже установлена форма. Если вы хотите оставить эту форму на странице контакты, тогда создайте другую страницу, где у вас будет пошаговая форма. То есть сами решите, я сейчас покажу на странице контакты, чтобы мне заново не создавать новую страницу. Поэтому вот эту форму я удалю и заново создам новую форму. Мы прям вот с нуля создадим пошаговую форму. Вы же сделаете так, как вам удобно. Либо на отдельной странице, либо как я на странице контакты. Итак, я удаляю этот виджет, чтобы нам посмотреть прямо с самого начала создания такой формы. Первое, что я сделаю, это переименую заголовок. То есть у нас это будет не форма обратной связи, а заказать бесплатную консультацию. Дальше переходим в выбор виджетов и перетаскиваем виджет форма. Он находится у нас в разделе PRO. Перетаскиваем под заголовок. У нас уже автоматически сразу устанавливаются имя, e-mail и сообщения. Оставляем пока эти поля как есть. Дальше просто добавляем новый элемент. Из выпадающего списка выбираем выпадающий список. Вот здесь вот тип выпадающий список. Дальше ярлык прописываем. В моем случае это будет вас интересует создание. И дальше я даю человеку выбор из нескольких вариантов. В моем случае это будет создание блога, интернет-магазина или онлайн-школы. То есть на первом шаге человек должен будет выбрать, какой из типов сайтов он хочет создать. Это будет необязательное поле, поэтому я его не активирую. Множественный выбор, вот эта вкладка, позволяет сделать из выпадающего списка возможность выбрать несколько вариантов. Если вы активируете эту опцию, тогда у вас выпадающий список превращается просто в список. И человек, который хочет что-то выбрать, может как бы отметить несколько пунктов. Но здесь есть небольшой нюанс. Чтобы отметить несколько пунктов, нужно нажать кнопку shift и удерживать. Иначе ничего не получится, будет только по одному варианту. Если вы хотите сделать такой вариант, тогда обязательно вот здесь вот в ярлыке пропишите, что человек должен, если он хочет выбрать несколько вариантов, он должен удерживать клавишу shift. Это не очень удобно, поэтому я не люблю, вот когда делают множественный выбор для выпадающего списка. Выпадающий список это вот проще всего, когда человек выбирает что-то одно из того, что представлено в списке. Если же вы хотите сделать множественный выбор, чтобы человек выбрал из нескольких вариантов, несколько опять же вариантов, то лучше всего вот в разделе тип выбрать флажки. Есть такой вот тип полей, давайте мы его посмотрим тоже. Он точно так же настраивается, просто здесь указываете тоже пункты. Кстати, пункты, каждый пункт должен быть на отдельной строке. Это важно, да, если вы, например, сделаете в одну строчку, то, соответственно, это будет один пункт. Итак, смотрите, вот когда вы выбираете флажки, то здесь уже человеку предоставляется возможность выбрать несколько вариантов. То есть раз поставил галочку, второй поставил, третью, поэтому если у вас предполагается множественный выбор, лучше выбрать флажки. Итак, в моем случае это будет один вариант из нескольких, поэтому я выбираю выпадающий список. Хорошо, это будет не множественный выбор и ширина колонки на всю ширину. Идем дальше. Добавить новый элемент, выбираем тип переключатели, переключатели, дальше ярлык, в моем случае это будет вопрос, кто вы, и дальше варианты ответов. Новичок в интернете или продвинутый пользователь. Опять же, каждый пункт должен быть на отдельной строчке. Новичок, это первый пункт, и второй пункт, это продвинутый пользователь. Смотрите, это еще один вариант поля с выбором, но этот вариант переключатели предполагает выбор только одного варианта. Чаще всего переключатели используются для вопросов да, нет, то есть человеку нужно ответить да или нет. Ну, я выбрала тоже на самом деле один такой очень выбор, который не предполагает оба варианта, да, поэтому здесь можно выбрать только один ответ. Еще раз, да, чем отличается переключатель от флажки? Переключатель только один выбор из списка, а флажки у нас дают возможность поставить галочки на нескольких вариантах, хоть на всех, да, не путайте вот эти два момента. Итак, я выбираю здесь переключатель, больше всего подходит мне именно этот тип поля. Дальше, обязательное, нет, это не обязательное поле, горизонтально, смотрите, здесь еще есть такая настройка расположить горизонтально. Если вы активируете эту опцию, тогда ваши пункты располагаются горизонтально, вот так вот, не друг за дружкой, а рядом. Это хорошо, когда у вас два, ну, максимум три пункта, и они влазят в одну строчку. Если они не помещаются в одну строку, и у вас очень много вариантов для выбора, то лучше сделать вертикально, то есть убрать эту опцию, да, не активировать. Ширина колонки на 100%, идем дальше, добавить элемент, следующий у нас тип поля, это ссылка, то есть здесь я попрошу человека, который заполняет поля, ответить, указать точнее адрес ссылки. И в ярлыке я прописываю, у вас есть сайт на WordPress, и в заполнителе, поскольку это у нас поле текстовое, то здесь внутри неплохо было бы что-то написать, чтобы человеку подсказать, что именно в этом поле нужно указать. И в заполнителе я пишу следующий текст, укажите адрес вашего сайта, сайта, если он есть, да, то есть человек здесь указывает сайт. Либо, смотрите, поскольку это все-таки поле для ссылки, то здесь в заполнителе я могу подсказать, что именно писать определенными знаками. Это, например, вот такое, да, начало ссылки, https, двоеточие, два слэш, и человеку будет понятно, что здесь должна быть ссылка. Дальше, обязательное, нет, не обязательное, и ширина колонки на 100%. Следующий добавляем элемент, это будет дата. Дата, когда человек хотел бы обратиться за консультацией. В ярлыке так и пишем, выберите дату для консультации. Заполнитель здесь по желанию, если хотите, то укажите заполнитель, если нет, то оставьте поле пустым. Тип, текст, выбираем дата, обязательно, да, то чем отличается дата от простого поля. Видите, вот допустим, имя это тоже текстовое поле, и дата выглядит как просто поле, но, когда человек будет кликать на поле, будет всплывать календарь. И здесь ваш посетитель может выбрать дату, на которую он хотел бы назначить консультацию. Вот, собственно, в этом и заключается, да, именно дата. Поэтому, если вы хотите именно дату, чтобы человек не писал вручную, когда, он может выбрать это из календаря. Выбирайте тип, дата. Дальше, заполнитель я оставлю незаполненным. Обязательное, нет. Минимальная и максимальная дата. Здесь вы можете выбрать промежуток, то есть, с какого по какой вы даете выбор даты, да. Ну, это только в том случае, если у вас какая-то временная форма, и вы, как бы, ограничиваете человека по времени. Например, вы делаете какую-то акцию, заказать бесплатную консультацию, и только в течение четырех дней. И вы указываете минимальная дата тогда-то, а максимальная вот только до такого числа. Дальше все, выбора больше уже не будет. Вот, но если это у вас, как бы, висит постоянная форма для бесплатной консультации, первой бесплатной консультации, то выбор, конечно, вот этого не надо делать, иначе, когда время пройдет, человек уже не сможет ничего выбрать. Максимальную дату я тоже оставляю пустой. Встроенный HTML. Здесь имеется в виду внешний вид вот этого календаря. Смотрите, вот если мы не активируем опцию встроенный HTML, календарь выглядит так. Если мы ее активируем, то у нас вот здесь, во-первых, внутри появляются указания, что здесь появится. DD это у нас дата, MM месяц, и год это, ну, соответственно, четыре буквы Г. Вот, и здесь уже немножко будет по-другому, да, все это работать. Оставляем встроенный, потому что здесь вот, как бы, такая подсказка есть хорошая. Дальше ширина колонки делаем 50%, потому что рядом мы поставим, рядом поставим форму с временем. Кстати, да, вот мы сделали HTML5, видите, здесь появился календарь, когда мы нажимаем на него, немножко другой внешний вид самого календаря тоже здесь. Мне вот больше нравится именно HTML5, поэтому я всегда его активирую здесь. Окей, добавляем следующее поле, нажимаем добавить элемент, выбираем из типа, выбираем время, ярлык, в ярлыке прописываем указание, что человеку нужно сделать. В моем случае это укажите время для консультации. Заполнитель я оставлю незаполненным. Также активирую опцию HTML5. HTML5, смотрите, чем отличаются, да, еще раз. Когда я убираю HTML5, у меня просто текстовое поле, ну и, соответственно, если я кликаю левой кнопкой мыши, мне дается возможность выбрать время. Если я активирую встроенный HTML5, то у меня появляется, во-первых, здесь подсказочка такая, да, то есть время, часы, минуты. И вот здесь вот значок часов, когда я кликаю на него, симпатичнее гораздо возможность выбрать время. Мне больше нравится. Так, встроенный HTML, обязательное нет, ширина 50%, чтобы у нас время и дата были в одну строчку. Дальше, следующий элемент, последний, который мы добавим, это телефон. Текст ярлыка у нас будет, укажите ваш номер телефона, ваш телефон. Тип, выбираем именно преднастроенное поле, телефон, оно будет проверять, цифры это или нет, соответственно, да, будет проверять заполняемость поля. Заполнитель я, в общем-то, ничего можно здесь не писать, но можете указать формат, в котором будет указываться телефон. Например, вы можете написать реально телефон, плюс 7, дальше, допустим, 921, либо не цифрами писать, а какими-то знаками, да, чтобы это было понятно. Дальше, допустим, 999-9999, ну что-то в таком духе, да, и тогда вот здесь будет понятно. Укажите ваш телефон и пример, как этот телефон должен быть указан. Обязательное поле нет, ширина на 100%. Все, я все поля здесь настроила, теперь мне нужно разместить их в том порядке, в котором они будут появляться. Ну, во-первых, имя, e-mail и сообщение у меня будут идти внизу, после уже даты и времени. Поэтому вот здесь, где мы настраивали эти поля, перетаскиваем имя в самый низ, перед телефоном, e-mail тоже самое, после имени, сообщение после телефона, то есть у меня будет сначала имя, e-mail, потом телефон, потом сообщение. И последнее, что мы здесь еще добавим после сообщения, это соглашение. Нажимаем добавить элемент, выбираем тип соглашения и в ярлыке прописываем следующий текст. Соглашение, текст соглашения. Обязательное поле и отмечено по умолчанию да. Все, вот у нас форма, смотрите, она у нас длинная и на одной странице. Теперь нам нужно эту форму разбить на шаги. Что нужно сделать, смотрите, добавляем элемент и выбираем тип шаг. В этот момент у нас, во-первых, создается элемент в самом низу, у меня он номер 12, тип шаг, но если мы поднимемся наверх, то у нас автоматически создался еще один элемент под номером 1 в самом верху. Причем его мы не можем никуда перенести, если мы его откроем для редактирования, здесь нет возможности выбрать типа поля. Здесь только можно написать ярлык. Что это значит? Смотрите, как только вы выбрали вариант тип шаг, у вас автоматически вверху появляется шаг номер 1. Видите, вот у нас единичка здесь вверху и два цифра 2 в самом конце, да, то есть второй шаг. То есть по сути у нас получилось два шага. Мы создали один, а получилось два. Вверху автоматически. Давайте мы его сразу же сейчас переименуем, точнее назовем шаг 1 в ярлыке. Шаг 1, вот видите, у нас тут сразу же появился шаг 1. И кнопка назад, далее мы оставляем, ничего здесь надо заполнять, спускаемся в самый низ и тот элемент, который мы создали, у меня он под номером 12, открываем для редактирования и пишем ярлык шаг 2. Теперь смотрите, здесь тоже кнопку назад, далее мы оставляем, иконка. Здесь вы в принципе можете выбрать иконку, но она будет отображаться только в том случае, если вы выбираете определенный тип отображения вот этих шагов. Давайте посмотрим, где это работает, в самый низ спускаемся, настройки шагов. И вот здесь вот есть выбор типа вот этих шагов. По умолчанию номер и текст. Вот сейчас у меня отображается номер шага и ярлык. Мне больше всего нравится просто номер без всякого текста. И так в принципе понятно, да, что это шаги. Но вы также можете выбрать, например, прогресс бар, либо просто текст, либо вот как иконку. Да, здесь есть иконка, если вы будете для каждого шага выбирать определенную иконку, то она, соответственно, будет здесь отображаться. Либо еще есть один вариант, иконка и текст. Мне больше всего, еще раз повторю, нравится просто число. Форму вы тоже можете выбрать любую. Здесь круг, квадрат, закругленные углы, либо вообще никакой границы вокруг номера. Все, я оставляю здесь настройки как есть. Дальше возвращаемся к полям формы. И теперь смотрите, шаг 1 у нас есть. Мы не можем никуда его не перетащить, ничего с ним сделать. Он здесь у нас остается. А вот шаг, который мы сделали в самом низу, нам нужно его перетащить под то поле, которое будет, после которого будет шаг 2. Ну, у меня будет это сразу же после поля вас интересует. То есть у меня будет первое поле, потом идет шаг 2. Хорошо, чтобы увидеть уже изменения, как это будет выглядеть, нажмите обновить и нажмите на кнопку обновить браузер. Замечательно. Смотрите, видите, у меня форма резко сократилась. Единичка, это первый шаг. Дальше у меня идет выпадающий список и переход к следующему шагу. Ну что, теперь разобьем всю оставшуюся форму тоже на шаги. Шаг 2 нажимаем на кнопку дублировать, открываем его для редактирования, называем его шаг 3 и перетаскиваем этот шаг к следующему шагу. То есть у меня будет второй вопрос, кто вы и переход к следующему шагу. Снова дублируем, открываем. Шаг 4. И шаг 4 у меня будет после, у вас есть сайт на WordPress, перетаскиваем после этого вопроса. Дальше снова дублируем, переименовываем шаг 5 и перетаскиваем после времени и даты. То есть время, дата, поля у меня будут, затем шаг 5. И шаг 5, после него уже ничего мы не будем делать, да, у нас шаг 5 это имя, e-mail, укажите ваш телефон, сообщение и соглашение. Все, то есть мы разбили форму на шаги. Да, кстати, название формы, давайте мы сразу же напишем заявка на консультацию. Хорошо, идем дальше, спускаемся вниз, нажимаем на кнопку обновить. Давайте посмотрим, как в реальности работает эта форма. Нажимаем на глазок. Все, первый шаг. Выбираем из списка, следующее. Выбираем из списка, следующее. Прописываем адрес. Следующее. Выбираем дату. Выбираем время. Следующее. Прописываем имя. Емэл. Телефон. И сообщение. Все, согласен с условиями и отправить. Видите, все поля у нас, все шаги прекрасно работают. Теперь, следующий момент, переходим снова настройки и настраиваем внешний вид и делаем остальные настройки формы. Первое. После полей у нас есть размер, выбираем средний. Ярлык показывать, пусть он будет, он у нас является вопросом, поэтому если без ярлыка у нас исчезнет вопрос, будет непонятно, что выбирать. Значок обязательно, если хотите, можете указать. Кнопки. Дальше выбираем средний размер. Ширина кнопки, пусть будет у нас 100%. Если хотите, сделайте выравнивание, тогда у вас кнопка будет по размеру текста. Дальше, следующее, предыдущее. Имеется в виду название на кнопках, тексты на кнопках, следующее, предыдущее. Здесь вы можете выбрать какой-то другой текст, например, следующий вопрос. Предыдущий вопрос. Кнопка отправить. Также вы можете текст изменить, например, отправить заявку. Иконку. Иконка здесь на кнопке не присутствует, но вы можете тоже сделать иконку для кнопки отправить. Дальше спускаемся ниже. Действия после отправки. Вы с этим тоже функционалом уже знакомы. По умолчанию у нас установлено действие Collect Submissions, то есть данные с этой формы будут приходить в админку вашего сайта. Там вы можете их смотреть, но не можете отвечать на эти сообщения. Е-мэл. Первый е-мэл это отправка вам сообщения. И второй е-мэл мы сделаем отправку для человека, который заполнил эту форму. Итак, переходим к настройкам. Да, напомню, что здесь вы можете также сделать перенаправление. Например, на страницу Спасибо, поблагодарить за все, что человек здесь заполнил. Но я пока оставлю это незаполненным. То есть у меня будет только е-мэл, е-мэл 2. Итак, переходим в настройки е-мэл. Здесь мы, напомню, прописываем е-мэл, куда придет сообщение, то есть ваш е-мэл. Дальше тема письма. Прописываем новая заявка на консультацию. Это для вас письмо, да? Дальше все поля. Вы можете какой-то дописать здесь текст для себя, если хотите. Например, что это новая заявка с вашего сайта, со страницы контакты. Вот данные клиента. Ну, обычно все-таки для вас просто достаточно информации со всех полей, которые человек заполнил. Дальше спускаемся ниже. Имя отправителя. Здесь указан е-мэл вашего домена. Это очень важно, да? Дальше. Имя отправителя. Прописывайте адрес вашего сайта. Ну, либо свое имя. Дальше. Отправить. Ответить на. Если вы в дальнейшем захотите ответить на это письмо, то здесь лучше указать поле e-mail. То есть то поле, которое человек заполнит в форме. Тогда при ответе автоматически подставится этот e-mail. И вы сможете ответить клиенту, да? На его письмо. Метаданные. В метаданных будет отображаться дата, время отправки сообщения. Ссылка на страницу, с которой было отправлено сообщение. Браузер, IP и признание. Я убираю информацию о браузере, IP и признание. Они не нужны мне. Дальше. Отправить как html. Здесь для себя, когда вы отправляете, не принципиально. Когда вы отправляете для клиента, если вы не хотите в поле текста писать html, то выберите лучше простой текст. Давайте перейдем ко второму письму и посмотрим, как это работает. Итак, куда? Здесь очень важно, куда будет отправлено это письмо. Я бы хотела, чтобы это письмо ушло клиенту, который оставил заявку в форме. Для этого мне нужно указать здесь e-mail клиента. Поэтому я возвращаюсь к полям формы. Перехожу, открываю для редактирования поле e-mail. И копирую в расширенных, копирую шорткод. Шорткод e-mail. Спускаюсь вниз. e-mail 2. И прописываю здесь, вставляю тот шорткод, который скопировала. То есть сюда подставится e-mail клиента, который заполнил здесь форму. Дальше новая тема. Здесь тема письма. Вы напишите ту тему, чтобы человек понял, откуда и что за письмо ему пришло. Ваша заявка на консультацию или бесплатную. Принято. Дальше сообщение. Здесь точно такой же шорткод, как и для вашего письма, который придет вам, как администратору. То есть будут включены все поля формы. Конечно, вашему посетителю такая информация не нужна. Ему нужно написать что-то здесь, что укажет, что вы письмо, что вы сообщение получили. Заказ принят и что менеджер или вы свяжетесь с ним в определенное время, которое он указал в банкете, по какому вопросу и так далее. То есть что-то здесь более неформальное, скажем так. Итак, первое, с чего мы начнем, это мы поприветствуем нашего подписчика, посетителя и укажем его имя. Здравствуйте! И имя мы сделаем за счет шорткода. Поднимаемся наверх, поля, переходим в раздел поля, открываем поле имя и копируем в расширенных шорткод. Спускаемся вниз, e-mail 2 и подставляем шорткод, который заменится именем. Дальше вторая строчка. Ваша заявка на бесплатную консультацию получена. В эту строку мы можем добавить тему, по которой была сделана заявка. Помните, да, что у нас в первом шаге вас интересует и здесь должен был посетитель выбрать, что конкретно он хочет создать. Блог, интернет-магазин или онлайн-школу. Вот в этой строке мы как раз и можем указать, на какую тему будет консультация. Итак, ваша заявка на бесплатную консультацию по вопросу или по созданию. И дальше мы вставляем сюда шорткод, какая тема, да, выведется и получена. Давайте возьмем шорткод темы. Вас интересует в моем случае это вот первое поле, расширенные и копируем шорткод. Спускаемся вниз, переходим e-mail 2 и вставляем сюда шорткод. Итак, у нас будет следующая строка. Ваша заявка на бесплатную консультацию по созданию. Берем эту фразу в кавычку, в кавычки. Получается, по созданию выведется сюда либо онлайн-школа, либо интернет-магазин, либо блога. Получено. Дальше, следующая строка. Наш менеджер свяжется с вами. И дальше мы можем указать дату, когда свяжется менеджер и время. Вот в эти поля, то есть дата такая-то, время такая-то, мы тоже можем взять из формы, поскольку человек заполнял данные поля. Для этого переходим в поля формы, открываем поле дата, расширенные и копируем шорткод. Копируйте его полностью, шорткод начинается и заканчивается квадратными скобками. То есть это пропустить нельзя. E-mail 2 и вставляем дата. Здесь будет у нас время. Дата точнее. Дальше переходим в поле, выбираем время, расширенные и копируем шорткод времени. Отлично, то есть дата будет такая, время такое. Дальше, следующие строчки. Ну, вы можете что-то еще добавить от себя здесь. Ну, на этом я, собственно, письмо заканчиваю. До встречи, с уважением, Анфиса. Все, вот такое письмо. Еще можно добавить в заголовок, в тему письма, тоже имя человека. Мы копируем вот этот шорткод и вот здесь в тему вставляем. Получается у нас следующая строка. Имя, ваша заявка на бесплатную консультацию получена. Все, дальше спускаемся ниже. E-mail отправителя. Здесь указывается e-mail вашего домена, так же, как и в предыдущем письме. Имя отправителя. Указывайте название сайта, либо ваше имя, чтобы человек понял, от кого письмо пришло. И ответить на, здесь указывается e-mail адрес, на которое письмо будет отправлено, если человек захочет ответить на это письмо. Лучше всего, если вы здесь продублируете адрес вашего домена. Дальше спускаемся ниже. Метаданные не нужны вашему клиенту. И отправить как? Выбираем просто текст. Если вы хотите использовать html, тогда вот здесь вот нужно в тексте обязательно использовать html, иначе у вас все будет в одну строчку. Допустим, если вы хотите, чтобы у вас здесь был пробел, то нужно поставить знак br, это html, даже лучше 2, тогда у вас будет здесь пустая строка. И вот каждую, собственно, строчку нужно разделить вот этим html тегом. Если вы не хотите заморачиваться с html тегами, то просто выберите отправить как простой текст. И тогда у вас он отправится именно так, как вы его здесь сформатировали. Хорошо, спускаемся вниз, нажимаем на кнопку обновить, и теперь давайте посмотрим, как это будет работать на реальном сайте. Итак, переходим на сайт, отвечаем на первый вопрос, следующее, второй вопрос, следующее. Указываем e-mail, следующее, указываем дату, время, следующее, имя отправителя, e-mail. Напомню, да, что я здесь указываю e-mail, отличный от того, что у меня прописан в админке, здесь без ru. То есть, Анфиса Бреус просто ru, а придет администратору .ru. Дальше укажите ваш телефон и сообщение. Спускаемся вниз, согласен и отправить сообщение. Все, форма отправлена, теперь давайте посмотрим, что у нас получилось. Заходим в почтовый ящик. Дальше открываем ящик администратора, то есть, я сейчас получу письмо как администратор. Итак, вот мне пришло письмо Elementor 3.0, новая заявка на консультацию. И вот все шаги, которые человек заполнил, вас интересует создание того-то, новичок в интернете, такой-то адрес, ну и так далее, да, то есть, все-все-все здесь у меня прописано имя и мета-данные тоже присутствуют. Отлично! Теперь давайте посмотрим письмо, которое получил клиент. Перехожу в другой e-mail, посмотрим вся почта. Отлично, вот пришло письмо. Лиза, ваша заявка на консультацию получена. И дальше текст. Здравствуйте, Лиза, ваша заявка на бесплатную консультацию по созданию интернет-магазина получена. Наш менеджер свяжется с вами. Дата такая-то, время такое-то. Все, теперь давайте посмотрим, как эта форма работает на реальном сайте. Итак, открываем сайт. Дальше первый шаг, выбираем, что вас интересует. Следующая страница, выбираем, кто вы. Следующая, прописываем адрес. Следующая, выбираем время, дату. Выбираем время. Следующая, прописываем имя, e-mail, телефон и сообщение. Согласен с политикой и отправить сообщение. Замечательно! Теперь давайте проверим, что пришло администратору. Открываем. Почтовый ящик. Итак, заявка на консультацию. Здесь перечислены все поля. Это письмо приходит администратору. Также приходит информация с метаданными. Теперь давайте проверим, что пришло мне, как посетителю сайта, который заполнил поля. Итак, перехожу на свой e-mail. Итак, мне пришло письмо от Анфисы Бреус. Лиза, ваша заявка на консультацию получена. И дальше текст, который мы указали в письме. Здравствуйте, Лиза. Ваша заявка на бесплатную консультацию по созданию интернет-магазина получена. Наш менеджер свяжется с вами. Дата указана и время. До встречи. С уважением, Анфиса. Вот, таким образом работает форма. И вы можете создавать различные формы для разных целей, как для консультации, так и для опроса, например, или для регистрации. В общем, здесь большое поле для творчества и для использования на вашем сайте.